здравствуйте уважаемые любители планерного спорта это поднебесной истории его назвал и вот поднебесная история убедить я я как любой нормальный книжки введения записал а вот и сейчас задача записать следующую часть надо про историю как придет от книжки сначала введение потом какая история планеризма и участки весы хотелось бы пафосно назвать эту часть история ну и рассказать вам наверно немножко что я знаю в истории планеризма и на какой-то моей интерпретации потому что человек любой который историю рассказывает а история рассказывает рассказывает через призму своих каких-то личных убеждений понятно что история это какая-то но она была одна и не может быть изменена хотя у нас очень часто видят в стране и как угодно менять историю сейчас показываю панораму заповедника экран который мы находимся находимся мы сейчас на центром долины выше тысячи метров над грифом поэтому летим легально если все на красиво и сюда кстати один пешком очень красиво так вот без истории на самом деле нету понимали настоящего чтобы понимать историю чтобы понимать что вообще сейчас творится как вот как планираю современные вот существует и степки это такое сложно это наверное понять без знания того как за счет чего это все получилось как это было вообще в конце концов образованный человек какой-то мере должен знать свою историю дабы не быть и поддаваться манипуляциям со стороны там каких-то будет там телевизоров и прочей гадости и когда нужно там так извратить историю старте понятно как все было на самом деле так вот это моя личная интерпретация историю историю планилизма своими взглядами убеждениями основанная на каких-то источников которые я читал в котором у меня нет оставаний не доверять вот и прошу не обижаться если чьи-то убеждения противоположные или там видео какой-то противоположный мы можем конце концов подискутировать ну и наверно задача больше этого рассказе к это заинтересовать те кто не знал о планирах или история планиризма почитать про это не только нужны книжки про иродинамики на самом деле дико интересно как люди вообще создавали планира как создавалась авиация такие великолепные личности в этом участвовали и как раз вот наверное интересно рассказать о моих героях кубиров те кто те кого я считаю совершенно выдающимся жителями планетами земля вне зависимости от причем войдем через дырочку вне зависимости от их национальности вероисповедания вот поэтому нам нужно обязательно противную эту сторону потому что не хочется по карману назад возвращаться буквально на одну секундочку вот здесь вот раз и все и опять высоко над землей тоже на середину ущелья чтобы повыше иметь высоту большим над рельефом вот паркур-рояль мы пролетели там есть планерная зона выделенная для полетов вот и мы ничего не нарушая может быть почти ничего раскачили сейчас в соседнюю систему и сейчас летим спокойненько набирать но мы сейчас заповеднике мы не будем сонным призываться ни направо ни налево по центру долины выходим в долину бриансон и там где-нибудь наберем неважно пока я сейчас скорость и меньше чтоб меня лучше слишком было конечно если нет такой шум и такое снижение что ну ладно и так многое отболтают и не следить не надо по начался поливизм кто-то венталия думаю что вот это тот великий человек и так что говорила о том что великих людей это великий человек который по сути придумал и не только придумал придумали до него там только я уже не помню по истории но как то дело придумать другой сделать что-то реальное вот и вот и лентарь это тот у которого реально получилось во-первых летать на планере нормально полноценно он совершил более двух полетов пока не разбился на тоже на планере на очередном своем и создал более 11 моделей планиров а он очень хорошо дружил это видеороличем жуковским великим русским ученым который создавал как раз теоретическую базу очень мощную р-дитами талия на как как все работает это создается подъемная сила как математическое обоснование этого процесса если ленталь был больше наверное этим практикам то жуковский очень хорошо владел теорией как раз помогал ленталью обосновать многие его идеи почему именно так и не по-другому и ленталь подарил жуковскому один из своих планиров этот планер даже по моему хранится музей каком-то но все конечно замечательных два человека и они заложили эту некую основу которые дальше воспользовались братья райт не умаляет их достижениями что вот они взяли на основу идею летать на планере очень люблю и решили что самолета не построить их ради самолета сначала сделать планера потом к этому планеру приделать моторчик это была совершенно правильная мысль потому что моторов то время были дико-капризные непонятные в конце концов еще и не было только-только самое начало но и они сейчас наверное пойдем да вот не уверен я не так все сейчас прям по курсу на этой горке выберемся на левую настрой большой хотя конечно там должно быть хорошо сейчас твой по ветру послужили нужны по долине давай по прямой там по набираем а потом и не висит от любви так и братья райт соответственно попробовали сделали конкурировали планер и в местах где дует сильный лентер на побережье садимых штатов начали пробовать делать подлеты собственно ленталь как раз об этом тоже говорил он что все это нужно развитие птицы то есть использует для своих полетов воздушные течения нам надо людям тоже понимать эти потоки понимать как с помощью них подниматься вот первые потоки первые потоки которые люди использовали ты были потоки обтекания и за счет встречи с преградой ветер отклонял по появилась составляющая вертикали составляющие движения воздуха и планера мог находиться воздухе дольше и в конце концов он взлетать взлетал проще потому что некая скорость уже была уже ветер дует уже есть скорость относительно воздуха дальше нужно было чуть-чуть вскоре протирает скидывали разгоняли в такой такого помоста свой планер потом собственный самолет так запускали обсе интересным образом с помощью такой катапульт оригинальный там была башня на которую подвешивался груз он разгонял самолет и самолет дальше уже непосредственно летел то сказать мотора хватало еле-еле но это дальше будет вот а пока были первые планира и дальше получилось поставить планира двигателя и авиация начала стремительно развиваться потому что мировые правительства востребили саму идею что вот планер вот планер вот самолет вроде как он может лететь он может бросить или бомбу на противника или там даже сначала это как разведка смотреть там вагон или стабильский корректировать и так далее но в общем было понятно что кто будет применять авиации тот наверное в будущей войне будет иметь преимущество поэтому в каждой стране определенным образом начали выделять средства в индустрию будущую авиационную полились деньги а где есть деньги там постепенно начали раздаться все новые и новые конструкции но это ведь технологии то есть вид телестроения в основном начали появляться более совершенные моторы начали появляться более совершенные материалы и постепенно авиация из какой-то игрушечной превратилась достаточно мощная и уже в первой мировой войне в отцу летали бомбардировщики и там рекордный бомбардировщик на той мировой войны это я муровец который гениальный совершенный конструктор сикорск придумал который потом еще и вертолет изобрел его кстати в советском союзе не сильно чтили потому что ну как бы беглый там иммигрировал в штаты и так далее мы живем на планете земля мы знаем что достижение людей по сути не зависит от того в какой стране они живут работают и в первой мировой войне я уже сказал рубилась огромное количество авиации уже там летали истребители сбивали друг друга бомбардировщики там красный барон много интересных почитайте нам же интересно то что во второй мировой войне проиграл германия а соответственно версальские соглашения нарезали достаточно такие условия что нельзя там самолеты строить и прочее прочее или можно на чуть-чуть в общем было сложно и единственный способ который остался у немцев что-то там хоть делать с авиацией это унира и совершенно мудрая идея а почему бы не используют там для развития авиации планиров поэтому немцы стали стали строить все больше и больше планиров и очень успешно в двадцатом году на горе в Астеркупе прошли первое соревнование на которых первый маршрут был самый рекордный маршрут был два километра был первый на рекорд мира и время полета две минуты вот а буквально через там какой-то непродолжительное количество лет там не знаю в тридцать первом году уже летали на планили там 272 километра из Минкина в Чехословакию был уже полет это уже совершенно какой-то такой шаг в Советском Союзе в двадцать третьем году первые были соревнования в Крыму на горе унициатором был замечательный человек Артеулов и там даже есть такая легенда что он гулял с художником волошиным по горе подкинул шляпу шляпа полетела он говорит смотри какие мощные потоки на них же можно операции можно по мной налетать на планиров ну собственно так до планировки полетели в Советском Союзе уже ну хотя конечно я так понимаю что и до этих лет пробовали строить для планировки там и в Москве и прочее мы долго рассказывать все это поэтому мы уже краткую историю пытаемся понять как полетели действительно в той горке которую ты хотел сложно здесь выбрать и не хочу здесь творятся не набрали мы у этого слова на меняем его неудачно в ориентациях ветру хотел сказать на пудель мы сняли сейчас на развороте минус так это будет недовое рыдание так пошли там наберем там тут раз красивый наш орел который гадит после убедит и прочее так как идея была германия учить пилотов с помощью планера также эта идея была и советском союзе во многом тому способствовало вообще отсутствие каких-то либо материалов для постройки самолетов потому что самолет построить это вообще-то было сильно дороже а планер что там во-первых да на конкурирование планиров можно отрабатывать огромное количество всевозможных конструкций получать новые идеи то есть гениальная идея там все-таки первыми историческую справедливость области были немцы но россия советский союз отлично перенял эту идею мало того они подружились и пригласили сначала советских спортсменов гармонии на вас аркуты вот потом немецкая делегация приехала на состязание крым и это наверное сильно способствовало опять же развитию потому что наша школа там конструкторская видела немецкие решения которые были достаточно изящными например если зрения там разборки планера сборки это все легко собиралась разбиралась перевозилась там немцы посмотрели наши местолетные и все это было достаточно позитивно но наша печать как водится немножко искажает иногда там вот допустим как искажает история про бурю на горе клементьево когда бурей повредила планера при этом написано что наши летчики отважно спасали немецкие планера которые там немцы спасать не хотели а немцы не спасали потому что планировали застрахованы ну как бы они буря там зачем рисковать им здоровье и так далее ну ладно планировали застрахованы ничего страшного новый построен там ну что мы что еще сделать было а наши спасали потому что ну и сказано что хитрые немцы застраховали при въезде на планера за золото если бы молодая республика спортсмены молодой республики не спасли вы планирова то был бы конечно кирдык не умаляет подвиг людей действительно спасали хорошие конструкции я бы тоже дико жалко было бы если бы планер какой-нибудь разваливался под грозой его его тоже спасал но не суть в общем было налажено взяну выгодное сотрудничество которое принципе у германии россия при советского союза продолжалась и дальше потому что например история про школу в липецке которая наверно многим известно что там геринг и вся там будущая вертушка люфлафа многие пилоты учились в липецке и мало того там почему лидерский бомбили потому что были у них там видимо социальные связи поэтому не бомбили вспомнили какой хороший город красивый в нем живут такие хорошие люди наверное вот этот город бомбить не надо это конечно в цинизме мясорубки второй мировой войны в эту историю сложно верить не знаю может какие-то корни почему лидерский бомбили ну тут отличная легенда на самом деле все летчики отличаются некий неким наверно все таки как-то сказать рыцарством что ли если рыцарство на земле давно исчезла в пехоте и там танков и прочим там вряд ли кто-то там рубился достаточно по-рыцарски то в авиации она немножко все таки не процветала как я там хотя конечно расстреливали падающих парашютом спасающихся летчиков другие летчики но тут общая зверевость общая ненависть которая вовсю развивалась и поощрялась и так а мы возвращаемся там вот этих вот военных всяких еще до военной эпохи когда все-таки например в советском союзе начал развиваться планерный спорт и начались лет и на горе сначала узунфюрт она называлась как они перевиновали гору клиентила на этой горе существовал засчитывали потоки то есть ветер дул достаточно большой силой и создавались устойчивые восходящие потоки способны держать планера тех лет и это действительно очень мощный совершенно был толчок для советские реакции потому что это школа оттачивания конструкторские конструктора родились и и лучший свой планер привозили королев свой планер и антонов все мой обожаемый конструктор тоже делал свои планера великолепные это был совершенно мощный такой толчок к развитию просто авиации даже не только планеризма хотя клавишка нелизма тоже кружки всевозможные по стране организовывались и в принципе была возможность то есть и ноги не очень городочек материалов дерево ткань какая там проволочка снорочек строить летатель аппарата которые там летали реально летали учились там рекорды продолжительности то есть кнопки летали ночью потому что там допустим лежат если начинал быстро на реку могут быть любит или далее вот это была такая первая фаза но потом и стало понятно что что то есть еще что может держать если карта парят еще оказалось что это тепловые потоки были исследованы вот эти потоки не обтекания но и те потоки которые под облаками на них начали цепляться пилоты он как-то пилот мейстер взял и думал там и дару кементьево фиадуси уже глупого как было круто перешли не только от потоков обтекания потоком термического характера нагрева воздуха происходящих а вот это конечно сильно сдвинуло вперед развития планерного спорта вот это планера стали совершение которые просто могли парить по этими облаками в конце концов во вторых ну появилась появилось знание как это делать вообще в принципе наличие школы планерные корму на ее как раз организовали это был огромный кузница кадров людей учили летать как то есть первый динструктор они учили свои группы там это был конечно адский труд потому что планер надо было затощить в гору потом пульнуть его из этой рогатки резиновой памятники надо этим людям просто за то что не сделали вот и еще какие в такой фактор сильно все длину в это появление полетов за буксиром как они взяли хороший поточек аэробуксировка когда с помощью троса прицепляемого к самолету можно было летать за самолетом на планере подниматься на какую-то высоту отцепляться и дальше уже лететь на потоках ну или просто за самолетом на планере пересекать огромные там просторы страны совершать какие-то рекордные аэробуксировки то есть это все активно 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 развивалась вот это скалат орлом орланет сейчас потихоньку туда выберите я не столько сейчас кучу скажу здесь для того что прям набрать сколько вам красивые места показать от байки вот и вот это вот развитие помогло перенести полеты не только там в тюрьму там делали несколько город кругля а просто уже нормальный базовый аэродром и с которым самолетом поднимались планера и начали летать ну к примеру например в тридцать девятом году на планере антонова аэробуксировка пролетела 940 749 километров то есть рекорд не держался там 12 лет мужчину не могли подбить потом еще женщины там все пускай клетки могу тоже вот это конечно бега круто не летела она в сторону станеграда из подмосковья и принципе я похожих месту летал ну вот что такое ну почему так а как не расчитываю похожих месту летал на параплане у меня там был как-то рекорд россии 340 метров и 300 до 40 метров подлетел на параплане 15 назад за 9 часов и был у меня однажды вперед полет когда вот так почти до селинграда тоже долетел другого града это был полет до липецка в липецке я переночевал и ребята запустили мне следует еще раз я признался 200 километрах от волгограда посел на маршрутку уехал в москву было совершенно офигительнейший полет но там были планировать тех лет там еще знали всех этих тонкостей просто ну удивительно как вот как люди могли такое делать это просто гениально и вот так вот ланили за выглядел перед второй мировой наверное стоит упомянуть как строились планера было несколько фирм германия там в одной из самых молодых фирм фирма шляйхер вообще начинал это строить как раз нагорелый саркутки и дородом этот красавец лайнер меня принято походе расскажу а советских конструкторов конечно начиная вне конкуренции это ли константин антонов с его огромным количеством планиров и не знаю просто бесконечно изжязчиво и красотой в конструкции то есть там не путь что не возьми его машину как вы не возьми ан-2 просто герои как совершенно без другой области кукурузки ну просто гениально что-то по своей неприкатливости и планирова также вот он делал рекордный планирован который например там вот фронт один на его и сергей анокин разрушил до флаттера по себе были первые шикарнейший планер который уже хорошо летал и для исследований там взлетчик взял вот так вот вот так вот планету и ждал пока парня разгонится там до вот и начал бы действия ну и дальше я увожу потому что не хочу я плакал отключительно на своем шлейкере вот а дальше плане разваливается и пилот выходит из кабины ну так выпрыгивает и спасатели прожить и для какой нужно было смелостью обладать чтобы такую штуку затворить вот и в тридцать втором году антонов начинает руководить заводом в тушино то есть молодой только что-то на печи все принёк и дак и директор завода и он конечно просто вот молодчинка то есть он и такие красивые вот они дуповатые конечно эти там планировки но они давали он делал красивый поляра очень изящные рекордные но для массовый планер должен был быть простой как валенок из простых материалов там вот это это у него получалось а один а два там мы все остальное ты строил в огромном количестве попадала в клубы там городские там не знаю сельские и молодежь которая там опять же там структура готовились и молодежь которая видела это пробовала на этом и если даже не летать то хотя бы не знаю там так сказать пусоваться то есть общаться такой интересной темой полеты красиво люди интересны вообще мир прекрасный конечно хотелось пойти в летчик после этого и вот именно вот эта идея что сработает массовость популяризации за счет планерного спорта она что у немцев сработала на сто процентов что у наших и ко второму мировой войне были готовы и летчики и самолеты очень все было хорошо потому насколько эффективно но вот сидите сами там например один из самых ну самый надавистый результативный вот а кстати о развитии кулигизма еще кусочек настолько спорт в мире стал популярным что в 36 году прошли в Германии показатели выступления перед олимпиаду на олимпиаде 36 года и был план включить включить планированный спорт в олимпийские виды спорта то есть это было в сороковом году если бы войны не случилось то у нас были бы номера в олимпиаде участвовали бы но эту идею покинули а после войны из-за нехладки планировки стали развивать плюс еще там планилисты не могли договориться на каких же планировках это все будет происходить таков стандарт боялись что введение стандарта каким-то образом замедлит развитие планиризма ну и так далее и тому подобное вот но это я забегаю вперед и так самый результативный ас второй мировой эрик картман он удалился держать 300 там по 50 с чем-то побед и начинал он с планировки то есть летчик от бога и опять же время подготовки он занимался планиризмом сороковом пошел люфтваффе два года он там готовился потихонечку там больше-меньше потом 42 начал херачить и наперачил грустно конечно то есть это с чем-то там побед это живые это самолеты сбит это живые люди люди из которых погибли но это война и наши летчики тоже делали то же самое так вот вопрос у нас другом было неэффективно готовить летчик на планировке более чем я скажу больше что даже в наше время планерный налет очень ценится и например многие авиакомпании там если у тебя есть там планерный опыт там ты получаешь уже больше зарплаты например или отправляют на курсы планиристов там или там оплачивать я не знаю поправить но это и кстати куча посадок на самолетов выключены двигателя успешно и знаменитый планер гимли допустим выполнены планиристами когда большого самолета встают моторы он летит самолета летит и чуть-чуть все это просто большой планер становится на таком планере вполне можно приземлиться что все что демонстрировали летчики мой кумир опять же это Игорь Волк замечательный летчик-испытатель просто вот опять если вы впервые слышите это имя ну возьмите почитайте про него просто вот как поэму читается все про этого летчика так вот он считается королем без моторных посадок он обожал сажать машину без мотора и опять же он как раз был главным там пилотом по программе буран должен был приземлять вот этот вот огромный самый огромный планер в мире буранчик но не срослось вот и вернемся к второй бировой войне когда там рубились как могли помимо опыта просто пилотского полученного пилотирования получится на планиров в общем сами планировали довольно ценным материалом и первыми применили планера достаточно ярко немцы они умудрились бельгийский порт какой-то захватить выполнить на него послав на него десант планерный потом крит на крит тоже десантировались планера ну и так далее самый большой планер который был создан было на 120 десантников представить планер за самолетом за буркировки взлетает и 120 десантников куда-то раз приземляется из клубов пыли выгодяют и красота из прикольных замечательных историй забавных спасение муссолини когда нужно было спасти муссолини из какой-то высокогорного форта и была организована операция где определился десант на планерах и гостиницы прямо ли там порту этому и потом муссолини собственно каком-то маленьком самолетике с укороченным взлетом и посадки вывезли вот так что формира еще как у кого воевали естественно там американцы англичане тоже вдохновленные опытом немецким строили свои планера потом их применяли для высадки когда уже начали на втором фронте воевать для высадки европе планира для своих десантных операций в общем все было замечательно в советском союзе унира очень хорошо использовались для снабжения партизан и было удобно сбросили ночью дошуржал день приземлился сразу куча всего хорошего вот иногда даже улетал назад с ранеными летчики конечно мега отважные приземлиться ночью при свете костров это просто вот как круто при форсирование днепра тоже применялись планира когда война кончилась десантные планира применялись в антарктиде там для снабжения наших полярных станций было интересно но как-то и все плохое война имеет свойство заканчивать видите я тут никуда особо не лечу потому что транзит на камеру и пилотировать все-таки довольно сложно а здесь место красивое вы ледничоком полюбуетесь а я восклить высоту понаберу да и просто вот почему здесь не погулять и не порассказывать в небесной истории закончилась война и вроде как дырное русло все пришло странно конечно там погрузились в следующую войну холодную прочее 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 но осталось огромное количество летчиков которые хотели летать и многие из них обладали актическими инженерными знаниями и постепенно организовались такие кружки песняки будущих планированных фирм у фирмы то были до войны и начали строиться деревянные планира сначала потом там уже 60 и 70 и в конце 60-х годов пересли на начал по используется стекопластик и потихонечку начали расти достижения планилистов вот 64 году рухнул рекорд рубеж тысяч километров за тысячу километров саду или примера ну и дальше дальше если говорить о достижениях планилистов на допустим рекорд дальности на текущий момент принадлежит моему учителю к вам солны на который меня вот в этих горах путем летать и он в 2003 году он пролетел 3009 километров за световой день представляете взлетел супрак начал восходящий поток волна волновый восходящий поток который действительно очень хорошо следует и славу просто король волны не думал на 3009 километров там полторы пищи в одну сторону полторы в другую то есть он вернулся на аэродром с которым взлетал это кстати достаточно важно потому что иногда там можно сильно нагнать дальность используя просто ветер если летишь при ветре 100 километров часу за 10 часов тебя на 1000 километров уже свечу вот а вторым допустим интересным достижением из нашего уже времени это рекорд то и в тех же волнах пусть если вам интересно обязательно почитайте про волновые восходящие потоки и про них тоже надо делать ролики мы пока просто вот мы тут катаемся рекорд 76 тысяч футов ух этот метод там на 3 можно быть больше король больше 20 там идем 24 23 километра высоты набрал планер без мотора он как налетал выше чем у два который для того чтобы летать должен был какой-то совершеннадцатский двигатель а этот планировочек закинули буксировщиками дальше он в волне 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 там герметичная кабина и вот и дышит кислородом все как бы хорошо но знаете какой без двигателя подняться выше чем все может наша большая авиация с двигателем это просто штука и это еще не предел на самом деле при удачном сечении обстоятельств вполне нужно там километров и на 30 не помню до скольки там это битерлан 2 сконструирован но по моему 90 тысяч футов ну да почти 30 километров может он подниматься так ну а что у нас в мире то у нас после войны в мире очень быстро перешли на пластик 70-х дерево но кстати деревянной конструкции не стоит говорить что это вам ерунда какая-то потому что например сейчас здесь за склоном эти покажу в этом направлении если аэродром на которые на котором летает огромное количество планировочков аэска-13 это планер фирмы шляхер сделанной 50-х тоже дата или сейчас начали 50 не помню которые достаточно хорошо пользуются их сделано было достаточно много планер перекопливый недорогой и обладает очень удачные характеристики для обучения вот и здесь летает огромное количество сохранилось потом кстати фирма шляхер сделала на на самый лучший учебный планер на планете это искать 21 его производили там под тысячи штук выпущено только два года назад он был модифицирован причем тогда аэска-21b он сейчас называется когда делали эту модификацию то отправили запросы в клубы теперь ребята что сделать и основной был вопрос просьба ничего не трогайте вот как делали 21 так и делается ну ну что машина крайне удачная она не штопорит без специальных грузиков вставляется грузик они тогда планер делает стопор а так он не что поют на нем очень удобно учить учеников и его ценят клубах вера ценности это что банально деньги планер который там не имеет полет шесть семь восемь тысяч часов кстати ресурс у него сейчас до 18 тысяч часов продлён на нем можно летать 18 часов вот такой планер может стоить он 50 тысяч евро допустим учетом что какой-нибудь планер одноклассник будет стоить вот такого же типа будет стоить 15 например а этот будет стоить там 50 60 ценная штука вот в советском союзе самым популярным послевоенным планером да и вообще кстати в мире самым популярным планером стал планет выпущено более трех тысяч штук тут уж конечно шляйка внестились такие объемы потому что буквы не поиска 21000 ска 13 если продукты обланику но во многом этому советский союз способствовал потому что в планете закупали в большом количестве и снабжались не трубы все это летало работало своих планиров двух местных тоже делали два не птическая продукция к 12 был достаточно популярным планером типа это погрубее что ты говоришь погрубее немножечко но тоже зато конструкция были простая и прикопила их там настамповали просто 700 планера которые делались для одноместных полетов и польские использовались там кобра тоже там до этого что-то еще было в общем спорт стал планом советском союзе достаточно массовым и битов организация военная денег много вполне можно работать на счет эффективности но основной задачей это была подготовка опять же тех же кадров для авиации в будущих летчиков и прочее планиризм это побочный эффект я в этот утреннике получался но за счет массовости конечно огромное количество очень талантливых планиристов появлялась и там летала соревновалась ставила рекорды международных соревнованиях но я против шапка закидательства и скажу что там какие-то сверх высотку международных соревнованиях наши планиристы все-таки не имели то есть выигрывали конечно упражнения там иногда там занимали места призовые но вот так что прям как у нас часто любят писать что наши планиристы лучшие в мире ну нет не совсем так но все-таки пойдем с этим планером и пошли я думаю здесь уже тошнит наших другого уважаемых любителей планера спорта от этой горки мы пролетимся рядом с другим планером за 1 и будет это очень красиво а вот зараза выбирать решил вот но планер слова сборная советского союза конечно как рассказывает как ребят тренировали это конечно прям узбило вот и к сожалению там может что мешало как раз побеждать на международных соревнованиях высшей пробы не там стран социалистического лагеря топ это просто вот некая замку именно то что соревноваться того столько сколько хотелось бы наверно за рубежом не давали а вот этот обмен опытом международный он очень сильно способны росту мастерства и всего остального так ну вот а мы как на соревнованиях видите там раз два планера пришли по соревновались вот я про соревнования лучше сильно не буду потому что тема и этой не очень владею больше на фазе слухов но как бы меня больше все раздражает это когда бывает шапка забегательства это начинается вот мы тут там всех надрали не так это все таки это можно почитать историю поподробнее понять что до результаты очень хорошие но они не такие же как мы там были кучи рекордов вот планировали расстроение советский союз конечно так вперед уже не вырывался потому что планики закупали свои планиров делал только антонов до 100 до 50 года там были красоты россии поляна так и все антонова это мой кумир это замечательная 11 к 13 планер на котором можно было крутить высший пилотаж маленьким комплектом крыльев коротким и на длинных крыльях можно было сидеть маршрут или так замечательно ну и планера 15 его последнее творение по или где который металл был на выставке или бурже участвовал на нем тоже наши поле риски устанавливали там по 8 рекордов установлена очень красивый планер надо приносить цельнометаллическая конструкция там везде потайные заклепочки все вырезано то есть дальше пошел пластик но этот планер с качеством там по-моему 40 он на уровне там или 40 в районе 40 то есть на том же уровне на котором было качество там уже стеклопластикового того же лентаря ну как бы очень круто для металлической конструкции вот номер перешел на пластик советский союз подпоставляли сначала все были деревянные кобры польские потом тоже поляки сделали плане лентарь стандарта он самый стал самым популярным и в общем-то популярным является и по сей день советском союзе ну теперь в россии и даже не счесть какое количество этих планиров было вывезено во время развала советского союза когда наши доблестные генералы и саповские подписывали какие-то бумажечки а где-то сбора командировка клубов планиров и возили с машинами и потом куда-то так пропадали ну а стоил такой планер 1015 долларов продавали их тысяч по две так оптом и подмени это реальная история какое-то количество планиров пропало ну и конечно это некрасиво греха таить люди поступали мерзко можно сказать подло но с другой стороны это оправдание что мы вот вывезли такие планира и не хотя бы дальше летают а посмотрите все сгнило ну действительно во многих клубах там не знаю я видел допустим с москопского клуба как два янтаря вниз на рыбаре он привезли это были дрова просто надо было так ремонтировать да и даже в том же орле планиров стоять круглый год под открытым небом теплов на крыльях нету там поверхности состояние ужасное то есть это просто вот на мой взгляд пошли длинный переход будем делать реально издевательство над техникой по-другому ты не скажешь вот поэтому может быть таким образом какой-то парк лентарей сохранился или сейчас летает европе там в россии сейчас допустим заводится бланики потому что они в европе запрещены из-за того что в европе было разрушение лендеронов у двух планетов и европейская комиссия посчитала что планер этот летать не должен и точнее однозначенному ремонт ремонт получился дорогим и многие просто отказались от ремонт делать соответственно бланик без ремонта не эксплуатирует а так планет просто замечательный если за ним ухаживать так как то я на какую-то грустную ноту скатился в общем-то грустного ничего потому что мы продолжаем что-то делать мешает ли кто-то что-то делать в современном мире лагеристом да наверное нет вот здесь вот мы летаем в альпах это честь и хвала французскому воздушному пространству что мы вот так вот перемещаемся замечательно у нас 195 всего здесь можно летать до высоты 5800 метров замечательно и красиво в россии с этим несколько похуже вот там с воздушным пространством посложнее даже там вроде как зоны джип который делать ничего не нужно зачем-то сделали зоны джипа уведомительной системе то нужно подавать заявку для того чтобы подавать заявку наступим счетом маразме и может быть виде протеста против этого на разума два года назад мы сделали проект он назывался оранжевый демон это был мы сделать взяли за основу планер для конструктора петрова легкий его удается сделать меньше 15 килограмм применили самые современные материалы которые только можно было найти чтобы он был прочнее мог пилота скрутить и получился на планер реактивный с двумя турбинами весом до 115 килограмм на него не нужны не филотское ничего и все можно посылать на три буквы 1 авиацию и собственно что мы сделали я полетел на этом планере два года назад в ноябре и результаты просто потрясающий из планер взлетает там дистанция пробега метров на 100 дальше набирается скороподъемость 8 метров 8 метров в секунду у него скорость 240 километров в час жрет на набор там литров 5-7 этого керохина дальше турбина близко можно летать уже как планер подпалитель летает просто прекрасная красота ну и самое главное что в любой точке там в россии той же ты нашел поле поставил планер взлетел и полетел мы построили таких сейчас три планера летает уже такая небольшая даже группировку мы делали на ней групповой красивый пилотаж то есть вот что делается с руками на россии дней строить планера и памятник ребятами с пензы нужно просто ставить потому что они умудряются в такой тяжелой обстановке планера производить помогает ли в этом каким-то образом государством ну очень сомнительно потому что например когда тот же строитель успешно продавал вот эти планера владимиром федорово в срединные штаты там порядка 100 экземпляров произведено выведено и продано была работа у людей то какой-то момент заводу решили помочь ну там приезжал был визит владимир владимировича по слухам пензу и он смотрел планира и говорит классные планира получились а ну-ка давайте-ка мы поможем ребятам интерес развивают там нас планированный спорт ну и приехала комиссия высокая которая первым делом то спросила начале цеха подготовки сжатого воздуха потому что на любом национном производстве припальные машины и прочее стопила спрашивают а где компрессор деток подготовки сжатого воздуха ребята мы его показали на компрессор который кстати байка это может быть неправда просто не и рассказывали поэтому я излагаю там меня могут поправить история она состоит из чистой истории вот и в итоге короче после этой проверки может что-то еще поменялось но ребята потеряли возможность продавать свои планира и погрузились на какое-то время в депрессию делали столешницу и вот только недавно восприяли духом и начали продолжают делать планировать электрические там и так далее то есть это вот талантливые энтузиасты бессеребренники там я дико уважаю за это вот и прям преклоняюсь все больше помера и строит на огромную территорию российской федерации никто больше никто в германии к слову сейчас на данный момент времени три производителя слайкер дг синтет по немецким чертежам делаю ташки планера делали сначала там где был немецкий производить потом его чертежи достались слоянцем что не помню ночи мошки вот и делают тоже не очень дорогие красивые в южной африке даже делать планировать очень хорошего мирового уровня там тем спортсмены считают что это вообще лидер планера строения ну там специфический скажем так планера немножечко избыточного на мой взгляд заточенный под спорт но тем не менее многим нравится и классная крутая веселая фирма состоящая немцем некоторую на конкуренцию количество пилотов на текущий момент раз уж мы пришли к такому подытоживанию ну там где-то где-то цифру 120 тысяч человек летает в мире из них там чуть ли не 60 германия то ли половина то ли трек может не 60 может 40 неважно но цифру ощущается очень много и я думаю что в россии вряд ли если кто-то скажет сейчас полетает больше тысячи не поверю я то есть реально летающих человек может быть 200 так то можно будет подняться может тысячу не берется а дальше тут хорошо я просто думаю куда но ты хочешь катарянской границы ну давай будем катарянской границы там все хорошо по ней тогда давай дальше будут и визы оттуда уже домой у нас полтора часа до троечку да не хочу быстро здесь сильно камера поэтому вот тонеристов с каждым годом становится германия по количеству много планилистов очень удивительно в польше прям много премного в литве очень много планилистов относительно небольшого населения там 3 миллиона планилистов как разога было но это еще во время советского союза называлась крылатая республика а и кстати по производителям планиров в советском союзе начали производить тихо пластиковые планиров но собственно ли те это тоже там полу детективная история тоже может быть может быть можете не стать байкой мой учитель рассказал не станешь кузнецов что это все любили строить что ли все летающие там самое большое количество там самоделок было и мечтали построить красивый стекопластиковый планер доступ к материалам был матрицу услепили сделали планер в облетывать некому ну или сами облетали но вот заключение какой-то как-то порекламировать и вот юрисаныч перепрестился и вздумал туда в командировку полетал на этом плане естественно не дали не сильно это легально потому что там нужно было как-то через душа по-то ады сам бы сказал да вы чё выходит ну короче как-то вось вось с кем-то как вот это иногда делалось полетел слетал планер оказался офигенным про это выяснили за эту командировку хотели юрисаныча вздрючить ну и в общем повезло ему что попал он на это вздрючивание покрышкину который послушал юрисаныч а юрисаныч человек крайне образованный умный и он смог убедить что да там нужен нам свой планерный завод типа поляков покупаем планера от его нету и в результате появился планерный завод с треной избыточный наверно потому что он был такой грандиозный построенный я там до сих пор приезжаю смотрю кухон этих ангаров каких-то там автоклавы стоят на улице еще кучу всего но и начал делать очень удачный планер над 12 лет у вас который до сих пор летает большое количество экземпляров этого планера 20-метровый класс в россии этих планиров очень много в новосибирске новосибирск проводится как раз вот в этом классе проводятся соревнования так что ну а фирма после довольно сложного периода под распада союза получила контракт на производство американского планера генезис был такой проект бесплатки но генезис не пошел но за счет неких денег и опять же частично технологии американских там стержнями и прочим там преднатянутыми джон и читать не делают том что начали делать камера мирового класса лак 17 максимации и сейчас 17-19 сейчас мы сделали мини-лак очень удачный планер который за счет маленького электромоторчика свой может сам взлетать этот планер соревнуются в классе 13 метров я на таком летаю вниз и фальк такой есть на него даже турбину воткнули для эксперимента как и гибрид делался для априке для рекордов априке чтобы иметь возможность взлетать на электротяге но иметь запас дальности по турбине керосин хранится в трыльях там дальность на всякий случай по грозам если вдруг грозу попасть иметь возможность домой вернуться на 360 километров дальности до лета расчет по этому планеру но вот может быть в этой теме рекордов не все вернемся вот это вот так вот я вам рассказал о количестве в мире немножечко зацепил куниста планера строения так и пппп польша литва во франции летает много народу очень тоже в италии в испании это по всему миру в соединенных штатах у соединенных штатах интересно интересно летает довольно много и там настолько много летает на самолетах что планилистов то совсем чуть-чуть и основной аргумент что люди не понимают как вообще можно без мотора летать то есть там и планилисты американские устраивают дни такие заманул когда там посаду огромный скидка или почти бесплатно или по мере обмена опытом они летчиков заманим в себе планер по камень смотри как можно еще и на некоторых производит впечатление это нифига себе круто вообще то есть огонь как можно я их поднимаю потому что на самом деле летать на самолете взяли и летаем там восемь часов в день до на самолете ты с ума сойдешь на самолете часто летают как называется гамбургер за 100 долларов ты летишь на соседний аэродром просто в гости потусоваться ешь гамбургер и то что ты можешь туда самолет ты можешь снова вот а мы на плане не можем вот так играться весь день вот ведь я придю байки долетаю себя спокойно сейчас чуть ходе небесные шахматы но эти небесные шахматы к сожалению играют все меньше и меньше народу почему это происходит потому что построить комиссии времена то есть он достаточно такой активный быстрый что ли стал и прочее и потратить огромное количество времени ты чтобы научиться летать на планере ну вот так вот вот свободно над альпами но нужно верно часов 300 после 500 часов то что чувствует здесь себя свободно ты полетишь после 20 часов сам ты на 50 часах получили цензии начнешь летать там в паре с инструктором там один там исследуя прочее прочее но вот некую свободу понимание как работает атмосфера все остальное ты обретаешь ну не раньше трехсот часов а чтоб 300 часов налетать человеку то сколько времени то нужно то есть немного из несколько лет вот поэтому вот так вот я про себя рассказывал что мне далось там 15 часов за первый же год обучения налетать но это больше исключения ну вот так у меня сейчас налет 1000 часов в год там сейчас где-то уже налет общей пять с половиной может быть 800 часов вот но средний человек столько позволить тратить времени на планили за не может ну по крайней мере в активном таком возрасте когда там надо работать еще еще что-то делать поэтому очень возрастной спорт то есть летают люди часто которые начали летать на планере там еще в юности потом всю жизнь работали я таких знаю планилистов много мне как прекрасный со мной в африке летали из германии их там своя фирма сделали фирму поработали ну и вот сейчас еще не на пенсии но сейчас уже возраст когда они меньше могут работать дети выросли или ну вот давай купим два брата купили планер самый такой один из самых совершенных сам облетающий и мы идем гоняют там по всему миру хочешь папку вот на видео хочешь по европе куда угодно это такой один из примеров а ну и молодежь конечно какое-то количество привлекается но привлекается допустим европе часто за счет государства родители доплачивая всего 30 процентов дает дают возможность своему чаду летать там допустим две тысячи долларов или евро стоит курс на дачкенство клубе но из этих двух тысяч там 1400 платит государство там 600 700 родителей и вроде как это вполне себе по карману вот это подпитывает конечно немножко планерный спорта есть я не буду там говорить что я ей катастрофа но в целом конечно интереса значительно меньше чем раньше да это и понятно потому что появились там не знаю параплана параплан взял мешок вот сюда залез здесь на днях про планилист пролетел 240 километров треугольник взлетел в районе ницы думал куда-то вот примерно сюда и отсюда думал назад просто вот мешок со строками и полетел и конечно в этом случае ноги думать на клина вот этот козе баян вот его сложный аппарат вот эти вот все ну понятно что здесь диспетчерами особо и баль покорщаться не нужно но в россии там больше ограничений там какой-то там виталий кстати тоже вам диспетчера в испании вообще не любит панилистов в общем много всяких таких сложностей аэродром базирование прицеп денег это требует достаточно много выводился из поток совершенно безобразный ладно пойдем и не надо нам больше здесь выбирать я лечу крайне медленно потому что больше болтаю с вами чем это делаю путь на то есть никак не надо воспринимать какой-то мастер-класс по полетам в альбах потому что у нас все на позорный полетами на сегодня ну и погода достаточно неприятка дует южный ветер который весь ветер плохой погоды завтра приходит армагвиздец все заканчивается так будут на тебя ругаться а у у у у у у у Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok